В эфире телеканала Видной ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Получили награды волонтеры, которые ведут активную работу с теми, кому необходима помощь в период пандемии. Губернатор очень часто и очень много уделяет внимание именно волонтерскому движению. Главный врач Видновской ВРКБ Бутай Бутаев встретился с жителями Расторгуевской части города Видная. Спасибо вам большое, Нина Ивановна, что вы все-таки инициировали этот процесс. В центральной Видновской библиотеке возобновились занятия клуба «Первые шаги к блогерству». Мне интересно узнать новые тренды какие-то по продвижению именно продукта в Инстаграм. За самоотверженную работу в рамках реализации проекта «Волонтеры-50» накануне добровольцев муниципалитета наградили временно исполняющие полномочия главы округа Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Это сегодня основной вектор их деятельности сместился. А еще недавно волонтеры были опорой для людей, которым пришлось изменить свой привычный образ жизни. Ограничить общение и выходы из дома. Речь идет о населении из групп риска и болеющих COVID-19. Добровольцы покупали им продукты и лекарства. Порой даже приходилось гулять с собаками. Их работу трудно переоценить. Волонтерский штаб продолжает свою деятельность. Конечно, сейчас есть некие пославления, связанные с пославлением в том числе со стороны правительства Московской области. Отмена сейчас идет, постепенная отмена различных ограничений. Вместе с тем, все равно основная цель, а мы делаем сейчас упор на пожилых людей, она остается. Это именно помощь в обеспечении, в комфортном проживании, в доступе к различным видам услуг и так далее. В ежедневном режиме активисты молодой гвардии и движения «Волонтеры Подмосковья» на горячую линию принимают заявки от нуждающегося населения Ленинского округа. За время пандемии было отработано порядка 13 тысяч таких звонков. Сейчас большая часть обращений от людей старше 65 лет. Губернатор очень часто и очень много уделяет внимания именно волонтерскому движению, которое создано было по всей стране, но в Московской области особенно с трепетом, с добротой к людям. Спасибо вам огромное. В этом, в первую очередь, ваша заслуга. Работу добровольцев накануне отметили представители местного отделения партии «Единая Россия». В награждение благодарственными письмами приняли участие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов. В этот день награждали руководители организации муниципалитета, где волонтерскому движению присоединились с целыми коллективами. У нас в территориальном отделе был создан волонтерский корпус, куда у нас вошли и детско-юношеская организация наша, это учащиеся 11-й школы старшеклассники, это и наши активисты района, простые жители, это и сам территориальный отдел. И в то непростое время и до сих пор, в принципе, мы продолжаем эту работу нелегкую. Сейчас, помимо всего прочего, добровольцы помогают и медицинскому персоналу, работают в пунктах вакцинации, организуют деятельность прививочной кампании. Только когда в нашей стране будет общественный такой иммунитет, мы можем до конца побороть такую ненавистную нам штуку, как коронавирус и все, что с этим связано. Поэтому призываю всех, так сказать, здравомыслящих людей, которые хотят, чтобы все-таки наше государство, и мы, так сказать, вернулись к той жизни, которая у нас продолжалась до этого, обязательно сходить и привиться. Набор желающих волонтерский штаб продолжается. Записаться в ряды добровольцев можно по телефону горячей линии «Мы рядом» 8 925 120 39 30. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВиднетВ. Весна – сезон благоустройства и обновления после зимнего периода. Снег сходит, а на дорогах появляются ямы. Сотрудники МБУ «Дорсервис» активно занимаются их устранением. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Ямы на дорогах после зимы – головная боль всех автомобилистов. Дорожные службы Ленинского городского округа стараются оперативно решать эту проблему. После того, как выявляются самые горячие точки на карте муниципалитета, на место выезжают сотрудники «Дорсервиса». На участок от Каширского шоссе до деревни Калиновка жители уже давно обращали внимание в социальных сетях. Большое количество разрушений, плюс интенсивность движения по ней происходит в чистый пик. Очень большой – это заезд и выезд из города. Плюс – это общественный транспорт. Капитальный ремонт этой дороги проводился в 2015 году. В настоящий момент здесь идут работы по ямочному ремонту с помощью технологии укладки горячего асфальта. Вначале мы подготавливаем для ямки выбоины. Я их называю картами. Прямоугольные, 90 градусов. Все выметаем, проливаем эмульсией и потом укладываем асфальт. И после этого заказываем. Данное время у нас ЕБПТА. Рабочим предстоит уложить около 300 квадратных метров асфальта. На объекте трудится 5 человек. Все работы планируется завершить до конца недели. Также параллельно бригады дорсервиса обслуживают другие территории округа. Бывает никого. Спасский проезд. Коробу дорог, который ведет Южный дворик. Очень такие, самые такие, как сказать, больные места. В первую очередь дорожники обратят внимание на дороги с самым интенсивным движением. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев встретился с жителями Расторгуевской части города Видное. Беседа прошла в здании общей врачебной практики на улице вокзальной дом 8 в Расторгуеве. Спасибо вам большое, Нина Ивановна, что вы все-таки инициировали этот процесс. Нина Ивановна, молодец. Да, и поэтому с удовольствием мы пришли для того, чтобы вот точно видеть все эти проблемы, которые есть. Это вроде бы это кажется мелочью, но когда человек с этим сталкивается постоянно, да, и когда тем более, что человек приходит в учебном учреждении, чтобы выздороветь, полечиться, но все эти раздражительные точно здесь не должно быть. Конструктивный диалог – главный стимул к улучшению работы. Именно так оценил итоги встречи главный врач Видновской ВРКБ Бутай-Бутаев. Уже в начале беседы жители озвучили ряд вопросов, относящихся не только к работе офиса врачебной практики в Расторгуеве, но и функционированию системы здравоохранения на территории всего округа. У нас военный городок бывший, это поселок Петровска. Знаю. Там у нас есть возможность открыть тельшко-акушенский пункт. Пошла к андокринологу, к кардиологу. Они даже анализ не посмотрели. У нас освещение такое, что можно не увидеть, что и как. Какой кабинет. Я иду, мне скажут, что тот кабинет, а я не увижу цифры, номера кабинета. Относительно состояния врачебного пункта в Расторгуеве, Бутай-Бутаев заявил, что в ближайшее время, когда будут найдены средства, здесь будет произведен ремонт. То, что мы делаем всегда, это первое, это свет-пол. Пол, чтобы был ровно, никто не споткнулся, а свет, чтобы, ну, соответственно, обидели все. Это у нас было вообще первое действие, которое мы должны были сделать и сделали. И в Аладарке, и в Разилке в том числе. Звучали вопросы о сложности записи к узким специалистам. Оказалось, что эта тема уже проработана. И 7 апреля на вокзальную 8 прибудет выездная бригада, которая обследует взрослое население. Мы создали выездные бригады узких специалистов, которые выезжают регулярно в каждую амбулаторию. Значит, сначала мы сделали по одному разу, потом увеличили до двух раз в месяц. Значит, это актуально. Поэтому, значит, ваше желание и ваши пожелания и рекомендации для нашей совместной страны, они исполнимы. На встрече, которая длилась в течение часа, главный врач в РКБ постарался ответить на все вопросы местных жителей и призвал их активно делиться проблемами, в том числе и с помощью социальных сетей. У нас есть телеграммный чат «Видное здоровье», да? Он, значит, подключайтесь, мы там многие вопросы такие вот оперативно решаем. Мы стали самыми лучшими, самыми активными в Московской области в этом чате. Это мы единственные, в котором в этом чате находятся все наши руководители. Проводить встречи с местными жителями – постоянная практика, которая активно используется руководством в РКБ для выявления слабых мест в системе здравоохранения Ленинского городского округа. Максим Козлов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В центральной библиотеке города «Видное» возобновились занятия клуба «Первые шаги к блогерству». Очередной мастер-класс по ведению странички в популярной социальной сети провела опытный блогер Марина Андриянова. На очередном уроке побывала и наша съемочная группа. В современном мире, где жизнь практически каждого человека связана с интернетом, большую популярность набирает такой вид деятельности, как блогерство. Что значит быть блогером? Как им стать? Узнать ответы на все эти вопросы можно в центральной библиотеке, где проходят специальные мастер-классы. Кто-то ведет свои личные странички, а кто-то, ну, мастерицы какие-то, да, или, может быть, бизнес-аккаунты, начинают, в общем, пропагандировать свою деятельность. И мы хотим помочь этим людям, в общем, в продвижении. Павел – руководитель Центра по развитию эмоционального интеллекта, ведет свою страницу в Инстаграме больше года. Молодой человек рассказывает, что, посещая занятия школы блогера, узнал для себя много нового и интересного. У меня страничка есть в Инстаграм, поэтому мне интересно узнать новые тренды какие-то по продвижению именно продукта в Инстаграм, как бизнес-странички. Каждое занятие в клубе посвящено определенной теме. На очередном участники узнали, как правильно оформить и написать пост. Хочется помочь людям правильно сформировать свой контент, и, в общем, чтобы они знали направленность, да, то есть куда двигаться именно в правильном направлении. Сабина Изетова пришла на занятия впервые. В Центральной библиотеке девушка будет вести кружок по французскому языку. Чтобы привлечь больше людей на свои уроки, она решила создать страницу в социальной сети. Во-первых, я просто собираюсь создать свой блог по французскому языку и привлечь детей и взрослых к изучению французского языка в нашем городе. И Марина мне посоветовала прийти. Ну, заинтересовала сама Марина. Марина очень хорошо в этом разбирается. У нее очень много подписчиков. Вот. И как-то я хочу этому научиться, и поэтому сегодня пришла. Стоит отметить, что занятия в клубе проходят на бесплатной основе. Каждый вторник в Центральной библиотеке города Видное. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.